Добрый день, дорогие друзья! В студии Московской Правды Красивая женщина Рок-певица российская Общественник Ну и самое главное Замечательный бильярдист Но об этом чуть позже Галя, добрый день! Галина Прохорова И начну я, наверное, издалека И не с того, что ты роб певица И человек, который занимается В шоу-бизнесе долгое время И замечательный мастер бильярда И сейчас тренируешь других людей Учишь этому искусству А вот с твоей семьи Дедушка у тебя Легендарный человек Дважды герой Советского Союза Летчик-штурмовик Алексей Николаевич Прохоров Вот давай чуть-чуть от истории Наверное, и как папа твой летчик Хотели иметь сына Летчика А родилась Галя Прохорова И вот как тебя воспитывали Скажи, пожалуйста И как дедушка относилась к тебе? Дедушка, конечно, замечательно относился И так получилось Действительно, дедушка очень ждал внука А рождались одни внучки И у него прям внучка, внучка, внучка Он очень ждал внука Но, тем не менее Наверное Из-за того, что Вся династия Военных И, конечно же Мы все были воспитаны Это не спартанские А это скорее Такие Достаточно Нравственно Морально Этические Такие Нормы Поведения Нормы поведения Воспитания Они даются Вот Закладываются Вот этой Именно вот этой вот базой Я читала Когда Архивы мне достались Дедушкины Я когда читала Его Философские трактаты О том Каким должен быть Военный Каким должен быть Настоящий летчик У него Он идеалист был Конечно На самом деле В поколении всего Вот я хотел сказать Да Это было поколение Поколение идеалистов И он это нес Причем с абсолютно Стопроцентной верой В то, что он делал И то Как правильно И папа такой же был Галь Ну тебе это здорово Когда есть к чему стремиться Есть идеалы Есть Ну Не хорошее слово Доктрина Но тем не менее То есть платформа Идеалистическая Которая Вся страна идет Кто-то в это верит Кто-то нет Но она есть Вот сейчас Этой платформы По-моему нет Безусловно И очень жаль Что это все Развалилось Потому что действительно Были цели Были понимания Для чего Конечно Более того Росло целое поколение И не одно причем Конечно С абсолютной верой Во имя Будущего Все во имя будущего А сейчас Во имя сегодняшнего Да Кому-то сказать Из молодежи Или Из современного Поколения Что Во имя будущего Скажут К сожалению Галь А вот При всем при этом Папа не давил Что вот может быть Кто-то из дочерей Достанет Ну вот Или дедушка Что он может быть Галем Ну Сядет Залетный Не Были такие попытки Более того У меня В каких-то В старших классах Был бзик И я Начала Приставать К дедушке И к папе С вопросами Я хочу В армию Бай Да У меня действительно Был такой бзик Ну как-то Меня дедушка Осадил Я потом Так уже Поняла Что это Какая-то Отмазка Была глупая Достаточно Потому что Он мне говорит Девушек в армию Не берут И я это Как-то Приняла Как должное На самом деле И Как-то Так Собственно Вот с этим Я дальше Развивалась Уже Отмела Эту мысль Но Тем не менее Мысль У меня такая Идея была Такая А вот с песнями Как Галя Прохорова Пришла к тому Что стала заниматься Рок-музыкой Это что? Ну Это прежде всего Наверное Время Стремление И веление души Я писала С самого детства Я писала Стихи Стихи Потом песни А потом начала Уже лет в 14 Когда я взяла В руку Гитару И начала играть На гитаре Создали мы Первый дворовый Коллектив И тогда Я начала Уже писать песню То есть Мои же Как говорится Коллеги-музыканты Подростки Тогда тоже Говорят А ты что не пишешь? Ты же такие стихи пишешь Да Попробуй А так как я закончила Музыкальную школу Я была В принципе С музыкальным образованием Я училась И пела в хоровой школе Я пришла Помню домой И такая думаю Ну Надо попробовать И действительно У меня все получилось И с тех пор Я начала писать песни И продолжаю писать До сих пор И Это вот идет Отсюда Поэтому Отсюда да Но как относились К этому родители Как папа Летчик Испытатель Ну во-первых Я выступал Дедушка ездил же Все время По военным частям Он генерал-майор Поддержку Совхозов В период Значит урожая И я ездила С коллективом Выступала Дедушка очень много Гордился И я прям И тоже пела С 15 лет Нет Ты пела именно Рок Или все-таки Это были Тогда это было Авторская песня Грубовая Да Нет Тогда это вообще В 15 лет Это были известные Какие-то песни Начиная от Да Начиная от Желтых тюльпанов Заканчивая Борисовна Пугачева То есть мы Какие-то песни Такие всем известные Пели То есть свои песни Ты тогда не Да конечно Это уже началось Позже Это уже началось Позже Когда Мне захотелось Чтобы мои песни Кто-то услышал Я уже Там уже После 20 лет Уже начала Там Записываться На студиях И А скажи пожалуйста Вот наверное Наши телезрители Помнят тебя Как Гарю Зажигалку Ну Твоё было Свидание Аккаунт Вообще Как сейчас говорят Да Хотя ты никогда Не курил Вот Ну это так К слову А зажигалки Не курят Кстати Они дают прикурить Да Дают прикурить Всем Галь И вот Мне честно говоря Было непонятно Для чего менять Обязательно нужно Вот Если рок То обязательно Нужно менять имидж Вот ты Красивая женщина А когда ты себе Ну Это Мой Взгляд Субъективный И когда я тебя Первый раз увидел Пригласил тебя На эфир Думаю Тогда я работал На радио Кто это Ну я понимаю Ну зачем же себя Так вот Ну я же была Запоминающейся Запоминающейся Тем не менее Это не просто Так же Было сделано В то время Красить волосы В розовый цвет Это что Протест Дело в том Что Дело в том Что В тот период Это 96-98 Года 2000-е Да 2000-е Я работала На телевидении Я была ведущей Ты была в программе Армейский магазин И много Там было проектов И Доброе утро Россия И Человек закон Там было много проектов И будучи журналисткой Я достаточно была Ну как Есть журналистские правила Не выпадать из кадра Что достаточно Чопорность такую создает Микрофончик Не поднимать выше подбородка Чтобы не закрывать лицо Правильная мимика Правильные Там ограничения жестов Совершенно верно Чтобы рука не улетала Из-за кадра Все это Я училась И это соблюдала И однажды Ко мне в эфир На Доброе утро Россия Тогда на РТР Пришел Артемий Троицкий Ты у Розбоша же работал Правильно? Да-да-да И я очень уважала Артемия Как музыкального критика Как человека из шоу-бизнеса Уважаемого И я была настолько тронута Что он не просто пришел ко мне в эфир А он хотел именно ко мне в эфир Потому что он сказал Что вот Моя жена смотрит вас и любит Именно сказал Что именно к вам надо Вы самые классные и прогрессивные Мне это было очень приятно И после эфира я к нему подошла Я говорю Вы знаете на самом деле Я пишу песни И дала ему диск свой Он послушал Со мной встретился опять И говорит Вот все хорошо Ты знаешь Мне очень понравились твои песни У тебя там Большой потенциал И очень крутые песни Но посмотри на себя У тебя рок Энергетические Заряженные песни И посмотри на себя Ты абсолютно Училка Я даже обиделась Расстроилась Так в этом По-моему Был контраст интересный Своебразие Нет К сожалению Все равно Был период стереотипов Согласен Был период стереотипов Более того У меня была проблема В том Что когда мою песню В тот же период Благодаря кстати Артемию тоже Моя Моя эфир Песня попала в эфир Скорее там Даже благодаря Саше Толмазскому В эфир Русского радио Взяли мой трек И мне сказали Какой у вас будет псевдоним А я так как Меня знали На улице Узнавали везде Как Галину Прохорову Я говорю Ну у Галины Прохоровы Наверное Ну как Ну певица не может быть Таким Тогда не было Тогда должны были Быть Обзависимые псевдонимы Нет Нет Ну как Нужен псевдоним Был такой период И я придумала Как Я начала думать И вот Так как В бильярде Меня тогда Называли зажигалка Как-то раз Зажигалка И смотрю Это пошло 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 И Потом я Просто пошла И сделала Тот имидж Который я чувствовала Который я чувствовала Относительно себя Для того Чтобы выразить себя Еще и Визуально Это был мой выбор Это было мое решение Это был не протест Это скорее Мое понимание Как должен Выглядеть Податель Моей музыки Хорошо А как к этому Отнеслись Твои телевизионные Руководители Никак Потому что Я просто Перешла В другие проекты Где так можно было Да Я Тогда Перешла На СТС У нас тогда Был проект Детали И я была Да И я была Журналистом Который Собственно Там Опять же Освещал Все культурно Алексей Михайлов Нет Какого Ведущей У нас была Тина Кандалаки Проект Был Любимого Любимого Да И Тогда Я Освещала Как раз Шоу-бизнес Всякие Мероприятия Рок-концерты И так далее Я была Абсолютно В тренде И абсолютно Все было Гармонично Тогда Перейдем К следующей Фазе Часто Упоминаем Итого Это Биллиард Это Вид спорта Уникален Чем Как Допустим Гольф И Можно Начать Заниматься Не обязательно С 5-6 Лет Уже Нет К сожалению Сейчас Уже Да Надо Тоже Деться В таком Очень Помолодел Настолько Помолодел Что сейчас Если Биллиард Не прийти Лет 6-7 Уже Будет Поздно Сильно Помолодел Биллиард Сейчас Все Чемпионы Это 17-16-17 Лет Но Если О Гале Прохоровой Зажигалки Говорить Ты Это Начинала В 20 В то В то Время Да В то Время Просто Это Был Очень Молодой Вид Спорта И У нас Не Был Той Вот Истории Развития Да Когда У нас Не было Истории Развития Тренерской То есть Соответственно Мы были Самоучки Самоучки Да Но все равно Ведь это значит Есть какой-то Дар Божий Потому что В любом виде Спорта Как у Сэмболта У него Определенная Группа Мышц Которая Помогала Ему Все Выигрывать Ну Может быть Конечно Понятно Витамины Тренировки И так далее Другие Хорошо Прыгают В высоту То есть Все Зависит От Физических Телеметрических Данных Человека Мне кажется В бильярде Тоже есть Определенные Заложенные Генами Внутри Человеческими Определенные Навыки Склонности Которые Можно реализовать В бильярде Я потом Анализировала Уже Когда Уже Играла В бильярд И когда Уже Достигла Достаточно Высоких Успехов Я Анализировала Я В школе Все брала Олимпиады По геометрии Я обожала Этот предмет Я обожала Этот предмет Наверное Вымеряешь угол А Да А в бильярде Геометрия Очень Много Значит Плюс Одно из моих Любимых Увлечений Таких Подростковых Были Это Стрельба Мне очень нравилось Потому что Я была меткая Я была меткой Я побеждала На всех Тогда НВПшных НВПшных Конкурсах Вернее Соревнованиях И Вот Наверное Вся Вот это Такая Комплексная И плюс Я же Так Была музыкантом А Как бильярд С музыкой Связан Скажите Пожалуйста Музыкант Человек Который Играет На каком-то Инструменте А я играла И на гитаре И на фортепиано И там Еще на разных Инструментах Это трудочасы Это трудочасы Это как Любой спортсмен Это как Любой спортсмен И музыкант Мы знаем Что такое Трудочасы А бильярд Это трудочасы Это Действительно Серьезная Детализация Как в музыке Когда На фортепиано Каждую Трио играешь Стройную ноту Чтобы Пальц Понятно И здесь То же самое А скажи Вот Ты говоришь О том Что совсем Помолодел Этот вид спорта А как вот В 6 лет В 7 Или существуют Детские бильярды Понимаете Большой Настольный теннис Он как есть Настольный теннис Так и есть Большой теннис Ты хоть В 5-6 лет Приходишь Все равно Он не меняется Ни размер площадки Ни высота площадки Детей ставят Детей ставят В начальном На начальном периоде В пол Это Американский бильярд Это где 6? 6 Лунок Нет У всех 6 У всех 6 А пол Чем отличается? Он просто Маленький размер Широкие Лозы И маленькие шары Вообще Когда-то Пол был придуман Как развлечение Для детей На ярмарках Галя Это правильно Вот Начинать Понимаешь Ни в футболе Ни в волейболе Ни в водном поле Ни в других видах спорта Ни в гольфе Нет детского Или Есть Определенный стандарт Которому должен привыкать А как Опять же говоря Геометрия Геометрия точности Если ребенка приучать К маленькому шару С маленьким этим Потом перейти на большой Меняется Ведь геометрия угла Ну как? На поле Нет На геометрии угла Не меняется Нет Геометрия угла Не меняется Дело в том Что самое важное Это стойка А бильярдная стойка Человека Да Спортсмена Вот эта стойка Она может отрабатываться На пуле Великолепно Когда нет страха Попасть не попасть Когда размер Лузы И шара Достаточно Большая И Я не говорю об этом То есть не обязательно Ставить на пул Иногда делают подставки И дети Некоторые играют На табуреточках Потом Опять же Шесть лет Это не Потому что Если ребенок Маленький По росту Конечно же Нужно подождать Пока он дорастет До стола А вот твои ученики Это вот Средний возраст Или все-таки Такого нет У меня Младшая сестра Мастер спорта Международного класса У нее Как раз Детская школа Я больше Преподаю Для взрослых То есть у каждого Своя специфика Я выбрала Большую стезю Взрослых Ну С ними Наверное С одной стороны Легче Они Наверное Быстрее Ко всему Это немножко Разное Просто Оля Растит Больше спортсменов А Это длительный И серьезная Серьезная работа Это многолетняя работа У тебя Это более короткий цикл У меня На самом деле Достаточно Много Работы Другие Другие Других забот Да Это тренерская работа Это больше Веление Опять же души И желание Передать свои Какие-то Знания А тогда Поговорим о сегодняшнем Дне Чем живет Галя Прохорова Сейчас Биллиард Стал хобби Хотя одно время Это приносило Большой Музыка тоже А чем вы сейчас Жива Не хлебом Единым Жив Человек Галина Последние годы Достаточно Уже Много лет Я занимаюсь Маркетингом И маркетингом Пожалуй Я занималась Всегда Потому что Еще в 90-е Реклама И маркетинг Мне были Интересны Журналисты Это же вообще Такой Всеобъемлющий Человек То есть Который В разных Сферах И реклама Мне была Всегда Интересна Особенно И последние годы Я занимаюсь Маркетингом А Последнее время Если уж Быть точной В интернет Маркетинге Развиваюсь И Ну Это опять же Сегодняшний день Да И Как показывает Время Все более И более Актуально Все таки То есть Мы уходим В интернет Мы уходим В соцсети И Это новые Взаимосвязи Это новые Коллаборации Которые Необходим Скажи пожалуйста Я преподавал В институте И мы На На Журфаке И мы Сдавали вопрос Будущим студентам На Собеседование Победит ли Интернет Телевидение То есть Будет ли существовать В ближайшие Там 10-12 лет И в какой Апостаси То или Другое Иной вид Ну и Большинство Конечно Молодежи Склоняется К тому Что интернет Будет доминировать Тогда Вопрос То же Самое Тебе Галь Насколько Сейчас Эффективен Телекоммуникационный Огромный Потенциал Который Есть В который Вкладывается Гораздо Больше денег Чем Интернет Тогда Вопрос Зачем Это Политика Я понимаю Все-таки Тем не менее Я К сожалению Ушла С телевидения Достаточно Давно И Периодически Я делаю Продюсерские Какие-то Проекты Но В основном Это Максимум Канал Культура Потому что Я действительно Не разделяю Политику Телевизионную И туда Куда Движется Телевидение К сожалению Сегодня Это Телевидение Превратилось Достаточно Прогнозируемое Ведомое И Очень Очень Усколобое Какое-то Такое Предприятие Причем К сожалению Это практически Все каналы То есть Нельзя Сказать Что Кто-то Находится Вне Вот этой Зоны К сожалению Они Все Куда-то Катятся И катятся По наклонной А интернет Дает Свободу Свободу Хотя Тоже Он пытается Его пытаются Форматировать Сейчас Очень жестко И к сожалению Он тоже Живет По своим Определенным Законам Но Там Хотя Там Другая История Там Из-за Вот этой Казалось бы Открытости Доступности И вседозволенности То есть Можешь Все высказать Все можешь И нецензурно То же самое Хочешь снять Пожалуйста Снимай Хочешь Там Сделать Делай Но Из-за этого К сожалению Информационное Пространство Засорено Очень Низким Низкого Качества Контентом Который Еще И Каким-то Образом Вот это Фриковое Мышление Нынешнее И Это И Конечно Норма И стереотипы Которые Сейчас Формируются Это Тоже Тоже Очень Сложно Ну вот Тогда В заключении Нашей беседы Хотелось бы Спросить Каким Ты видишь Пропорциональным В ближайшее Будущее Там 5-7 лет Состояние Отношения Телевидения И интернета Вот Если В пропорционном Сцене Я думаю Что телевидение Так или иначе Все равно Будет Существовать Другой Вопрос Целевая Аудитория Сменится Сильно И Конечно Доля Доля Просмотров Если Не изменится Ничего Она будет Падать Чем Старше Становится Поколение Телевизион Телевизион Которая Смотрит И они Просто Будут Уходить Соответственно А Новое поколение Оно Будет В интернете Оно Не будет У меня Телевизора Нет уже Лет Наверное 10 Вообще Я могу тебе сказать Честно Я смотрю Спортивные Каналы Спортивные Ну и музыкальные В частности Я смотрю Интернет Интернет Понятно Да Ну вот Я думаю Что Вот мы Сейчас Как раз Создали Платформу Именно Для Маркетологов И сообщества Цифрового мира Мы хотим Создать Новую коллаборацию Офлайна И онлайна И помочь Именно В продвижении Товаров Продуктов Создание Команд Новых Потому что Сейчас Нету Именно Коннекта Нету Нету Общения Содержания Да Общения Между Людьми Как В фильме Законнектимся Помнишь Фильм Брат Галь Спасибо Огромное За беседу Напоминаю Что у нас была Галина Прохоровна Замечательная Женщина Умница Биллиардист Рок Певица В прошлом Российская Ну и Маркетолог Сейчас Работающий В этой сфере И развивающий Нашу индустрию Интернета А пожелание Нашим Телезрителям 2022 год Он только начался Ну Вы знаете Сейчас Наверное Так складывается Что Все желают Здоровья Это Просто Неотъемлемая часть Но она и всегда была На самом деле Здоровья всегда была Но сейчас Ее поставили Так на пьедестал И во главу И сейчас К сожалению Очень много Действительно Уходит Дорогих Близких Людей И поэтому Я желаю Берегите себя Своих близких И Конечно же Я желаю Желаю Более Продуманности Обдуманности И Развития Человека Причем Вот я это желаю Вот в общеглобальном Очень не хочется Деградации Хочется Чтобы мы Развивались Мы как Общество И И мы как личности Тоже развивались Да Соответственно Каждая личность Дает развитие Общества Спасибо Всего доброго Продолжение следует... Продолжение следует...